Всем привет! Меня зовут Майкл Наки. Сегодня я поговорил с Алексеем Арестовичем. Это советник офиса президента Украины Владимира Зеленского. Человек, который довольно детально за несколько лет до этой войны описал эту войну, когда она будет происходить и что на ней будет происходить. И поэтому я решил с ним поговорить, проанализировать, попросил его ситуацию, которую мы видели весь этот месяц. Месяц, когда Владимир Путин решил напасть на Украину, напасть на мирные украинские города, на граждан Украины без какой-либо адекватной причины. И теперь умирают люди в Украине, умирают российские солдаты пачками. И Россию ждет неминуемый крах, в том числе в экономике и во всем остальном, какие бы в дальнейшем не происходили события. И, собственно, мы обсудили с Арестовичем итоги этой месячной операции, итоги того, что мы увидели, почему так завязла российская армия, почему она настолько провально провела вот это наступление, а также нажмет ли Путин ядерную кнопку или никогда он ее не нажмет. Уже прошел почти месяц войны, по крайней мере, мы приближаемся к этой дате. На ваш взгляд, собственно, основные выводы, которые вы можете сделать о том, как Россия наступает, как Украина обороняется и, ну, как выглядит ситуация к данному моменту? Ну, первое, что можно сказать, военные планы провалились сразу. Это видно даже не из соображений, а логический факт об и длинном перечислении по битой технике, там невыполненных планов, анонсированных Российским министерством обороны. Это видно потому, что на второй день Российская Федерация попросила о переговорах с российской стороной, с украинской стороной. Предложение о ведении переговора было на вторые сутки получено. Почему? Утимативной формы, но мы отказались. Я так, мне кажется, неплохо знаю военную историю, но я не могу вспомнить, чтобы на второй день после начала, активная наступательная пора, операция, и тот, кто наступал, просит переговоры. Так не бывает. Это значит, что они поняли, что в первые же сутки что-то пошло не так. Что-то можно было ожидать через неделю, после разгрома основных группировок, после первых неудач, после первых срывов реализации плана, на вторые сутки. Поэтому мы видим, что не завладилось. Но теперь, если посчитать, ты бодикамент, я не люблю этим заниматься, но, с другой стороны, цифры есть факты, факты говорят о чём. То есть десяти полевых армий, наземных армий, три уничтожены в Украине. Четвёртое, скажем так, четвёртое по размеру, по основному суммарному количеству потерь уже близко к уничтожению. Теперь возникает вопрос. Если государство мира, любое, неважно, теряет 40% и почти 40% своих, всех своих вооружённых сил в одной операции, которая длится месяц, и минимум шесть убитых генералов, это только официально, получили за 20 полковников, командиров полков, командиров бригад, можно ли говорить о том, что операция развивается по плану? Вряд ли по плану хотели уничтожить шесть российских генералов, 20 командиров полков и бригад. Опять же, в Украине не разгромлена ни одна бригада. Все бригады целые, все сохраняют управление. Есть бригады с потерями, есть с тяжёлыми потерями, но управление сохранили все и не разгромлены все, в отличие от российских польских нападающих, где есть целое подразделение типа 331-го Костромского полка, в которых повыживал по одному человеку, ну из той группы, которая была направлена в Украину. И не взят ни один крупный город, кроме Херсона, ну там специфическая ситуация, там была остепь, там обороняться было очень сложно, единственный областной центр, это на 28-й сутки компании, сбито больше 120 вертолётов, сбито 104 или 105 самолётов к настоящему моменту. Ну, наверное, операция развивается не вполне так, как планировало военно-политическое руководство Российской Федерации. Опять же, видно по переговорам, потому что, несмотря на то, что существует ещё на переговорах некоторая такая аутимативность, хотя в основу переговоров была положена паритетный принцип за уважение сторон, во-первых, очень много уважения демонстрирует Российская сторона на словах и на деле. Но есть ещё некоторые иллюзии относительно того, что всё-таки мы большая страшная Россия, и мы можем диктовать. Но планка требований неуклонно снижается, что тоже является признаком, что операция развивается не по их плану. Что касается нашей страны, ну, всегда у нас море недостатков, сразу могу сказать. Говорить мы о ней будем более подробно после войны, потому что сейчас говорить это же указывает нам. Мы можем с вами после войны записать отдельную передачу, я расскажу всё, что я считаю нашими недостатками. Это, я думаю, будет крайне интересно. В целом мы демонстрируем очень удачные примеры высокие и маёвленной обороны, и военного искусства, и готовности страны к ведению войны, и взаимовыручки знаменитой украинской, про которую мы так и всем рассказываем, взаимовыручки и самоорганизации по типу Майдана, условно говоря, на всех уровнях, от волонтёров до правительства, и всего остального. И самое главное, что мы демонстрируем, это единство между правительством и народом. В украинской политической традиции культура предполагает бесконечный срач. Мы друг друга... Очень похоже на Афганистан, в этом смысле. Пока нет внешнего врага, мы кусаем друг друга, ругаемся, проклинаем, ненавидим и так далее. Только появился внешний враг, мы сразу самоорганизовались. Все старые враги, за исключением самых маргиналов, забыли старые обиды или отложили на время и начали работать на победу. Этот способ войны, это мне напоминает знаменитую речь, то ли Семенстопа, то ли кто там был в Афинах после марафонской битвы. Когда хранили павших в марафонской битве, он произнёс речь. Она изучается у всех университетов. Называется «Почему мы победили». Кажется, уже было намного больше. Обстановка была неблагоприятная. Он объясняет, что, если переходить на марксистские термины, Маркс говорил, что главной производительной силой является человек. Он обеспечивает добавочную стоимость как в культуре, так в производстве, так и на войне. Чтобы обеспечить прибавочную стоимость, человек должен быть поставлен на лучшие условия. Человек свободный, который имеет возможность свободно действовать, импровизировать, творчеством заниматься. Его не сковывает жёсткая централизованная авторитарная система. В конце концов, побеждают. Он производит больше прибавочной стоимости, пусть даже в военном смысле, нежели человек, который скован крайне жёсткой дисциплиной. А российская армия — это красная армия в худших её традициях. Красной армией были свои очень сильные стороны. Я не буду говорить, что советская система плохая, не оправдала эта глупость, на самом деле. Прекрасно она воюет, если её иметь. Мы же тоже пользуемся значительной степенью советской системы. Проблема, я имею в виду военной мыслью, военным опытом, военным искусством и так далее. Проблема в другом. Проблема в том, что российский командир не может позволить себе командир-патамена распустить далеко свои подразделения. Он утром не соберёт просто. А в Украине, когда Махно спрашивали, Махно же, когда мегрировал из Украины в Париж, я был там таксистом, его пригласили читать лекции в Парижскую военную академию. Его спросили, а как вы сделали, вот как вы сделали такой трюк, что много раз, сотен раз вы свою армию распускали, и много раз она собиралась по спуску. Говорит, это же невозможно, потому что любой командир роты военный знает, что если солдат на ночь распустить, утром они не соберутся никогда. А наши собираются. В этом вот особенная фишка украинская, как афганцы, очень похоже, что мы, как бы, нас можно разогнать по домам, ставишь, в хлопцы все прячемся, а потом утром, скажем, собираемся в том месте, и мы очень все соберутся еще в десяти других местах. Российские командования держат централизованное свое войско, боятся отпускать. Они представляют собой огромную массу пехоты и техники, по которым невозможно просто промахнуться технически. Они же очень хороши. Вся военная советская доктрина построена на очень активном наступательном порыве. Виктор Суворов рассказывал, что он в Британии, когда преподавал в колледже местом НАТО, всегда задавал загадку. Вы командир батальона, у вас есть три роты и небольшой резерв. Ваша рота пошла вперед одна и пробила оборону противника, и активно наступает. Вторая пошла вперед, уперлась и ведет тяжелые, не может двинуться ни вперед, ни назад. А третья вообще попала под удар, там много раненых, они отступают и так далее. Вот здесь резерв. Кому вы отправите резерв? Так вот натовцы всегда говорили, или второй роте, который надо прорвать, или третий, который нужно оказать помощь. Никогда не угадывали. Потому что советская школа предполагает оказание первой, хрен с ним с ранеными, убитыми, хрен с ним с упершимися. Помощь надо оказать тем, кто прорвался. Это имеет свои сильные стороны, если этим умело пользоваться. Когда был первый, второй день кампании, были высадки, вертали в Талгостом или прорывы в Киев. Это очень сильное впечатление оказывало, потому что шок и трепет. На это же был весь расчет, на самом деле. На шок и трепет, на то, что обвально будет сыпаться, у русских в центре города, все уже капец, куда деваться и так далее. Мы проиграли, надо лапки поднимать. И это производило очень сильное впечатление. Но тут вопрос борьбы нервов и выдержек. У тех, кто оборонял столицу, и все другие места оказались и нервы, и выдержка, и так далее. Вертолеты десанта были блокированы, Гастовинский потом уничтожен почти полностью. И вообще из 30 десантов, которые призваны прорваться и оказать впечатление, только один оказался удачным, новую каховку, и то там дамба несколько раз приходила из-за уборки. Считайте, 29 погибли. И вот этот российский стиль, броски дальние, внезапные удары, диверсанты, броски дальние спецподразделений, а потом масса пехоты там все это, танков заполняют, давят и артиллерию грузят, очень хорош, когда существует превосходство. Как в СССР, когда тысяча орудий на километр фронта и так далее, и так далее. Но здесь же двойная ошибка произошла. Во-первых, российские войска 200-тысячной группировкой напали на 40-миллионную страну, площадью больше, чем Франция. А Чечня, первая и вторая, это примерно такая же по численности группировка, но на половину Киевской области, потому что Чечня размером с половиной Киевской области. И сейчас напали на 32 Чечни, той же самой группировкой, которые долго и кроваво возились в Грозном. Один, раз, два, раз и так далее. То есть расчёт был на то, что население перейдёт на Эстону. Раз будет встречаться с Витамина, во-вторых, что мы обвалимся, мы не сможем сопротивляться. Оба этих ошибки провалились. Почему? Это оценка боевого духа. Его сложно оценивать, он не является аналитическим величином. И это не количество танков, которые можно посчитать. Здесь они провалились с оценкой, что последовательно происходит с Российской резерацией. Их руководство прекрасно знает всё в Украине. Или очень многое знает. Но по фактажу, но не всегда проваливается последовательно с 2014 года, даже раньше, с первого Майдана провалился в оценке Аш-реакции. С одной стороны, не хватило сил. То есть знаменитый принцип концентрации и превосходство массирования сил и средств не был выполнен. С другой стороны, там, где они сейчас ведут бои, на семи операционных направлениях начали вести. Активно пытались наступать при разнице между Киевом и Мариуполем, Киевом, Херсоном, Харьковом по 500-700 километров. Это безумие абсолютно. Это не то, что растопыринами пальцами бить, это ещё растопырить каждый палец и пытаться там что-то ударить вместо кулака. Здесь ещё одна ошибка. Были места, где они концентрировались в силе средств, например, под Киевом, и пытались обеспечить себе превосходство. Но превосходством же тоже надо уметь пользоваться. Получается, что они нагнали сюда такое количество войск, что забили дороги и оказались как горном ущербе. Понимаете? То есть оборона может быть три человека, как в фермопилах, а у вас может быть миллион, но вы пройти не можете, вы можете ставить по трое в ряд, и вас уничтожают. Вот та же самая ситуация произошла с севернее Киева, северо-западнее, северо-восточнее. И они просто не могут двигаться. Был период, когда колонны стояли на месте, не в силах уйти вправо-влево, а мы крыли, 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 крыли непрерывно. Я после войны вам присылаю все эти фотографии, горящие колонны, и вы будете в шоке. И здесь они и тоже не сумели превосходством воспользоваться, там, где они его составили. В общем, это цепь бесконечных провалов и ошибок, и я думаю, что ситуация в значительной степени я уже заканчиваю. Просто вы попросили, и наступили мне на любимую мозоль, меня трудно остановить, но я в этом вопросе военно, но я заканчиваю. Мне кажется, что вся ситуация держится на том, что российские генералы и военное руководство не докладывают Путину все правды о том, что здесь происходит. Иначе бы он давно скорректировал внешнеполитический курс, потому что это технически невозможно ставить те цели и задачи, которые он до сих пор перед собой ставит, в отсутствие инструмента. А инструмент уже в значительной степени отсутствует. Нет, я только за, чтобы вы больше говорили. Для этого, собственно, я захотел с вами поговорить. Конечно, мы бы могли обсудить там, не знаю, конкретные ваши оценки по потере, в том числе по генералам. Я думаю, вы тоже знаете, что это такая точка, которую с вами много обсуждают, но я думаю, что ваши постоянные зрители прекрасно знают, где искать ваши оценки и чем вы их обосновываете. Поэтому не хотелось бы на этом останавливаться. Я спрошу другое. А то, что вы описали, соответствует той картиной, которую мы отовсюду видим, и мы действительно видим, что вот это вот штурмовое наступление с попыткой штурмовать города Росгвардии и другими замечательными идеями, оно явно провалилось. Ну, то есть, причем провалилось тотально с кровавыми масштабными потерями. Но сейчас, последнюю неделю, мы видим изменение тактики. Российские войска перестали пытаться брать города штурмом, по крайней мере, активно, и начали просто пытаться стереть их с лица земли, как это там происходит с Мариуполем, как это происходит по другим направлениям. Ну, вот то, что называют там сирийской тактикой. То есть, просто стоять в одном месте, бесконечно обстреливать артиллерии, бесконечно бомбить самолетов. А видите ли, ну, согласны ли вы с тем, что тактика несколько поменялась, и что этому можно противопоставить? Сирийская тактика используется в основном в тех городах, которые попали либо в окружение, либо в полуокружение. В окружении только Мариуполем. В полуокружении, или четверть окружения, где Харьков, Сумы и Чернигов. Киев такой, думаю, четверти иночка окружения и так далее. Тут вопрос больше, что сирийская тактика вполне применяется в Мариуполе. Там даже командиры те же самые, которые в Сирии брали Алеппо. И там действительно сносится с лица земли город. Все эти ужасы перечислять мы не будем. Их прекрасно знают и понимают все. Вопрос в том, что единственная возможность, где они могут так себя вести полноценно, это Мариуполь, потому что он в полном окружении и далеко от наших основных сил мы не можем оказать помощь военному отношению. Пока, во всяком случае. Что касается Чернигово, ну там тоже гуманитарная ситуация крайне тяжела, потому что город полуокружен, воды нет, отопления нет, перебиты там газопроводы и всё остальное. И так далее. И она применяется. В отношении Киева нет. По Киеву бьют точечно. В основном по военным целям. Другое дело, что промахиваются часто и попадают по жилым домам. Но тем не менее, здесь негидное намерение сносить жилые кварталы как-то как-то. Понятно почему. Потому что, во-первых, группировку мы отжимаем от Киева. Во-вторых, здесь хватает авиации и артиллерии, которые наносят ответ на удары точно очень местные. Начинается контрбатарейную борьбу. Украинцы выигрывают обычно с 2014 года. По очень разной причине. В Украине было сосредоточено три самых лучших советских артиллерийских училища. Сумская, Одесская, Ихмельницкая. И сирийская школа здесь как бы на высшем уровне класса мы начали. И здесь... То есть к сирийской тактике они перешли там, где они могут перейти. Что предполагает сирийская тактика? Когда тебе не могут дать ответ, ты можешь бездоказанно сносить. Потому что если стоять долго на месте там, где противник может дать военный ответ, то очень быстро всё прекратится, прилетит по тени. Здесь надо говорить вот о чём, что мы сейчас видим модель ситуации, вот видели эти 4-5, четверо-5 суток, которая сложится через месяц окончательно для всей российской группировки, а именно неспособность продолжать хоть какие-нибудь активные действия. Почему? Потому что уже сейчас очень многие подразделения, нету по 5 суток уже отсутствуют боеприпасы, топливо, еда и все другие материальные запасы, которые для них необходимы. в основном снабжаются те, которые имеют хорошее плечо в отношении, короткое плечо по отношению к России, к российской территории, где основные склады и материальные запасы. И, ну, это касается Мариуполя, и зоны у вас подразделений, потому что они безнаказанно поставляют с Остовской области запасы. Всё, что на севере, там работают даже партизаны. Смотрите, вокруг СУ, например, очень хорошо развито партизанское движение, там тыловые колонны практически не проходят, каждый день там был плен. Каждый божий день город был окружён, но, тем не менее, не взять его, не взойти на окраины, а там ведь наступала элитная 94-я танковая дивизия, 1-я танковая армия, это же Кантемировская, Таманская, вот эта вся банда, которая подпаскованная, суперэлитарная, самоударная и так далее, и так далее. И гоняют наши мужики с грандом. И основные, кстати, видео, где технику растаскивают крестьяне, это как раз Северсумская область и так далее. Поэтому в очень многих местах фронт замер. Почему замер? Ни мы не имеем возможности переломить ситуацию, нам просто не хватает оружия для этого. Мы же тоже сделали очень большую ошибку, не хотели мы её все предыдущие 22 года или 30 лет, потому что армией нельзя заниматься время от времени. Армией надо заниматься постоянно. Если она воюет раз в 30 или 50 лет, то чтобы она хорошо воевала в эти раз в 30 или 50 лет и обеспечила следующие 30 или 50 лет, нужно заниматься постоянно. А то, что мы продали крупнейшую группировку в Европе по вооружению военной техники в Африку и на Ближнем Востоке для кого-нибудь продали всё, что мы могли. Теперь у нас получается ситуация. У нас на один автомат шесть царажей. То есть у меня друзья, офицеры, майоры, подполковники идут командирами рот, идут за взятку, по знакомству, чтобы лишь бы воевать. А основная масса имеет форму оружия и не имеет тяжелого вооружения. Иначе мы давно переломили ситуацию, пришли на наступление на многих участках. На многих участках российская армия уже не может сопротивляться. Даже в обороне уже не может устойчиво стоять, не имея просто снабжения. Можем не имея танков, но если у них нет топлива и боеприпасов, ну что ты с ним сделаешь? Это 30 кусков железа, которые тебе надо хранить в поле, которым ты прикован, и всё. Это уже не боевая сила. Тыл всегда был традиционно слабым местом Краснодара. Сейчас, когда плечо снабжения несколько десятков, а то и сотен километров по враждебной территории, где тебя ненавидят, заваливают дороги, там сбили все указатели, не показывают место, где у тебя карты не работают и так далее, и так далее. Это, в принципе, очень нетривиальная задача, даже в мирной. А в момент, когда мы по ним воздействуем, когда партизаны работают, это, конечно, разбирают рельсы, как на юге и так далее. Налетает наша авиация, артиллерия. Это очень большая-большая проблема, и она будет усугубляться. Так вот, сейчас вилка в чём? У российского руководства, благодаря вранью российских генералов, есть иллюзия, что ещё чуть-чуть, и они возьмут Мариуполь, ещё чуть-чуть и окружат звание операции миллионных сил, ещё чуть-чуть и подожмут Киев. И они уже не понимают, что будут мирные переговоры, они их и ведут, и ведут довольно конструктивно. Вопрос только в том, что они хотят лучших переговорных позиций. А их не будет, этих лучших переговорных позиций, потому что, как бы они не стали лучше в пользу Украины, потому что даже не имея особых резервов, мы, тем не менее, там контрнаступаем, тут наступаем и так далее, и так далее. Поэтому, если это продлится, если вот этот рамп повторится, то остатки резервов, которые всё-таки нашкарбали, ЧВКшников, там скрытая мобилизация, частично часть подразделений за всей скарбой надёрганных зданий, ОРС, ТОП и так далее, то будет ещё один такт. Как бы этот такт обовернётся мартирологам ещё в 5-6-7 тысяч убитых, раненых российских солдат, и снова вернёмся в точку, в которой мы уже находимся. Мы постоянно говорим о том переговорах, зачем вам увеличивать мартиролог, если этот рамп всё равно провалится, и всё равно вернёмся договариваться туда же. Но они всё-таки испытывают иллюзии чисто за счёт разрыва обратной связи. Что такое тоталитарное общество? Авторитарное — это разрыв обратной связи. То есть до вождения доходит истинная информация. Сталин говорил, имея все виды разведки и докладов, что мы живём, не чуя под собой страны, как Погаличу. И здесь, если Андропов это сказал, кстати, тоже повторил эту фразу, когда пришёл к власти в 83-м году, он же сказал, это президент Грибы, сказал, мы не знаем страну, в которой мы правим. Так вот эта история раз за разом повторяется. И после второго такта этого будет уже всё, уже резервов нет. Вообще нет. Почему-то Газаруск армию не нужно хотят привести в действие, потому что ничего. Вот тогда российская группировка в принципе станет в оборону в Украине, но здесь же начнётся зелёнка, так называемая зелёнка, военный термин, который вошёл уже в массовое сознание, то есть листья. И для наших партизанов сил специальных операций, там обороны, это идеальная ситуация. Стоят войска, окружённые с малым количеством топлива и боеприпасов, заняли полевые лагеря или какие-то там растения, и к ним будут беззащитные тыловые колонны. Вы представляете себе? Вы же не военный, но человек весьма очень умный. И просто на логике, на человеческой логике это понятно, что будет с этими колоннами и с этими войсками. Есть такое понятие воронка катастроф. Я летаю на маленьких спортивных самолётах, и там есть теория навигационных задач и так далее. Там есть понятие воронки катастроф. И вот она наступает там постепенно. Российские войска в Украине уже в воронке катастроф. То есть они на второй ступени уже, когда стратегическое поражение нанесено, сейчас переход к оперативному поражению, то есть неспособности выполнять задачи вообще в оперативном отношении. Оперативно — это когда размахливать действия больше 50 километров, 50-250. А потом и тактическую способность они потеряют, если остановить. Это катастрофа. Российская армия здесь залазит. Она с самого начала лезла в катастрофу, когда двухсоттысячной группировкой пыталась наступать по семи направлениям на двухсотпятидесяттысячную армию. Кто считал? О чём думали? Непонятно. Мы же честно предупреждали. Я кучу видео записал. Честно пытаюсь предупредить военно-предупреждения, что вам нужно. Ну хорошо, залезли. А теперь они хорохорятся. Мы же просто знаем, о чём они говорят. Разведка работает. Они говорят о том, что сейчас возьмём Мариуполь и пойдём на Запорожье. Потом, значит, мы окружим Одессу и там с Одессы, возьмём Киев и так далее. Насколько надо быть оторванным от реальности в полном неадеквате, чтобы, не будучи способным взять Мариуполь, где тотальная военная ситуация в их пользу, скажем так, и где вчера погиб командир 810-й бригады морской пехоты в уличном бою. Убил наш снайпер. А перед этим погиб командир 150-й дивизии, перед этим погиб командир танкового полка и замкомандующий в Черноморском флотном там же на месте. О каком Запорожье, Одессе и вы собираетесь говорить? После 9-й Чернобаевки, которая сегодня ночью случилась. После того, как сбили 105 самолётов, к настоящему времени меньше, чем за месяц, из 160-180, которые, в принципе, применялись, потому что нет подготовленных экипажей. Самолётов-то побольше, где-то 350, официально вообще 500, но экипажи не подготовлены. И сейчас эти люди начали угрожать Польше ещё вдобавок. То есть им мало этого горя под Мариуполем, которые не могут взять, имея полную военную ситуацию в свою пользу, они ещё Польше решили погрожать стране НАТО и сверхмотивированы в отношении борьбы с Россией. Но это вот... В чём трагедия? Две жилки убивают Россию. Первое — это воля... Вот то, что мы с Латыниной говорили, да? С Юлией. Это когда русский человек, будучи совестливым, человеком с эстетической жилки, помня про Достоевского и так далее, и так далее, и так далее, приказ начальства его превращают в робота. У него абсолютно уходит эмоционально, а самое главное — этическая составляющая. И ради приказа начальства он готов совершать преступления многочисленные, которые мы здесь видим, потому что вот башня Стругацких этих работают, у него меняется состояние сознания, он уже не вполне себе прям лежит как личность, теряет себя. У нормального человека локус контроля внутри. Он всегда прислушивается к совести, к внутреннему эстетическому чувству, к этическому чувству, куда она его ведёт и так далее. Гражданство заключается в том, что он может противопоставить воле начальства свою совесть, например. В России это просто как тумблер переключается. Вот лётчика, когда его в плен уже взяли, мы его спрашиваем, ты понимаешь, что ты будешь вообще там как бы роддом, да и так далее. Да, теперь понимаю. А тогда? Тогда приказ начальства, что ты будешь делать. И вторая жилка — это вот разрыв обратной связи постоянной, которая существует. Вот история с письмами Сталина, когда рабочие пытаются достучаться до Всеволода Сергеевича и объяснить, что вот на заводе там неправильно, или тот же самый левша. Передайте, что англичанка ружья кирпичом не чистит. Последний крик левши великого мастера, умирающего в бреду, в лихорадке, он пытался докричаться до верши, что нельзя чистить ружьё. Сигнал не проходит. И вот эти две вещи убивают. Не только российскую армию в Украине, убивают Россию как общество и культуру. Я, например, прекрасно разделяю путевское руководство, российский народ, российскую культуру, народы России, которые населяют и так далее. Никаких проблем с большинством трезвых людей в Украине точно так же считают, не считая эмоциональной перегибы, связанности, чтобы детей, понимаем, с подзывалок. Сейчас понятно, что нет-нет, да и сорвётся кто-то. Но это эмоции, они приходят. В целом, стратегические отношения. Все прекрасно понимают, что Россия — великий народ, великая культура и так далее. Но вот эти две вещи калечат и убивают прежде всего российские народы. То есть российские платят страшную цену за работу вот этих башен по-струганскому, точно в этом виде. И главное преступление Путин совершает не против Европы, не против Украины, даже против самого российского народа. Это очень проблема. На это, безусловно, будет расти, причём в самое ближайшее время. При этом, ну, поскольку я вижу, что вы примерно себе представляете, как внутри России всё устроено и довольно близко, не то, что даже к моим оценкам, но к тем, кто давно этим занимается, как вы себе представляете, что Владимир Путин идёт на попятную? То есть, да, очевидно совершенно, что обратная связь не то, что была разрушена, была уничтожена, разбомблена ещё лет 8 назад, и Владимир Путин ориентировался исключительно на собственную пропаганду и на плохие данные, будучи уверенным, что вот сейчас за два дня все с цветами его примут как своего хозяина, но при этом же даже сейчас, даже если генералы скажут ему, вот там у нас все померли, значит, всю технику повзрывали и ничего не осталось и прочее, и прочее, Владимир Путин не особо сердобольный человек, который переживает о потерях, мы видели это во время пандемии, мы видели это во время предыдущих войн, мы видим это и сейчас, как вы себе представляете, что вот он пойдёт, ну, хоть на какое-то взаимодействие, да, с украинским руководством, что, конечно, будет считано всеми и его окружением и электоратом в России как, конечно, тотальное поражение. Он, во-первых, уже пошёл, переговоры же ведутся, ведутся сложно, но видно позиции российской стороны направлены на то, чтобы договориться, скажем так. Во-вторых, понятно, что без воли Владимира Владимировича много не могли такси вывести. Я с трудом представляю себе в России свободная переговорщика, свободно выбирающая переговорную тактику и выгод. Во-вторых, то есть это не есть великая проблема. Во-вторых, главная задача, которую нужно решить для него, это продать победу внутри России. Технически это не так сложно делать. Я называл кому-то из российских журналистов, Фегина, то ли ещё кому-то называл Марко, аргументы, возможные для российской стороны, для народа, путинские. Ну, во-первых, демилитаризировали Украину. Конечно, не так, но могли бы сказать. Уничтожили родоробную сеть, нанесли же потери, они же реально нам потери нанесли очень большие. Во-вторых, как бы Украина не вступает в НАТО, мы добились. Это тоже неправда. Украина хочет вступить в НАТО, это НАТО нас не принимает, но тем не менее объявить это можно было. В-третьих, там что? Ну, мы, значит, деноцифицировали это всё на свете. Это абсолютно десоответство действительности в государстве, было бы продать. Но для этого потребуется… Тут дело не в жалости Путина к людям. Дело в том, что инструменты просто не для выполнения задачи. Они ставят какие-то задачи к 9 мая у кого-то что-то захватить, но это же абсолютно нереально чисто технически. Если об этике и совести речи не идёт, ему не жалко своих людей, то вопрос же как-то стачивается просто инструмент, которым он пытается выбрать задачу. Ты можешь не жалеть молоток, но если молоток поломаться, ты не забьёшь в гости. Вот эта ситуация. Понятно. И, наверное, последний аргумент Владимира Путина, я бы так его назвал, которым он активно пытается лоббировать. То есть, долгое время у многих стран, у многих политиков было ощущение, что существует мощная российская армия. Поскольку я делал несколько видео полурепортажей получивого-то про неё, у меня были подозрения, что российская армия несколько не соответствует публичному образу, но даже я не представлял насколько. Теперь понятно, что ни о каком там, я не знаю, столкновении армии НАТО и России в перспективе не может идти и речи, потому что это просто несопоставимый уровень. И у Владимира Путина осталась, по сути, одна угроза, которую он активно пользуется. Об этом говорит его пресс-секретарь, об этом говорит он сам. Это ядерное оружие. Там на пятый, что ли, или шестой день войны, я не помню, или даже пораньше он сказал привести в боеготовность всю ядерную триаду и прочее, прочее. И видно, что это работает. То есть, видно, что Запад, опасаясь условной ядерной войны или ядерных ударов, несколько ограничивает себя, в том числе и в поддержке Украины, и в каких-то активных действиях. Насколько я знаю, вы один из немногих людей из публичных спикеров, помимо меня, кто не считает, что это вообще возможно. Почему вы так думаете, что это блеф и что не может быть там, не знаю, ядерной войны или ядерных ракет от Владимира Путина? Ну, все очень просто. Значит, пройдем по нескольким позициям. Во-первых, профайлин психологический Владимир Путин. Он садится за стол за 20 метров от Макрона, потому что явно боится воздействия на иммунную часть. По сумме причин. Кто-то говорит, что он тяжело болен, под химией, поэтому там разболтана иммунная система. Кто-то, в принципе, боится. Во-вторых, у него хороший маникюр очень. Человек, который думает о маникюре установить ядерную войну. Третье, значит, он человек, который сидит в бункере и явно дорожит своей жизнью. Ну, как это вот тотальное ядерное уничтожение и такие меры по предохранению своей собственной жизни и здоровья не вполне вяжутся. Это внутренне противоречивая система мотивации. Так не работает. Человек, конечно, противоречивый существует, но не настолько. Второй момент. Надо понимать, что чисто технически отдача и применение оружия — это минимум 7 человек в цепочке. То есть он даже тактического ядерного оружия отдаёт приказ, и цепочка из 7 человек до командира части, который даёт разрешение применять специальное ПЧ, и человека, который либо непосредственно летит на самолёте, либо заряжает артиллерийский снаряд. Я не уверен, что эта цепочка сработает, потому что кто-то один трезвый должен наказаться в этой всей истории, прекрасно понимая, что след за этим последует адекватный ответ. Запад может сколько угодно бояться, но если будет ядерный удар по Западу или по Украине, даже тактический, даже демонстративный по пустому месту, ну санкции, которые рассчитывали за три месяца сломать российскую экономику навсегда, ведут такие, которые сломают за три дня или за три недели сразу, потому что Запад тоже растягивает сейчас, оставляя возможность договориться, опомниться, тогда вернуться в семью цивилизованных народов, но после этого всё будет закончено. Как бы всё понятно. В-третьих, Россия никогда не поднимется после этого, то, что она вылетит как член международного сообщества, то, что она вылетит с Совета безопасности, нарушивая самополагающие принципы ООН. Почему же операция не называется войной? Почему Россия не объявила войну Украине? Почему они упорно трендят специфицироваться? Потому что не может постоянно начинать войну и военную агрессию. Это же противоречит уставу ООН в принципе. Человек должен быть изгнан. Эта страна должна быть изгнана не только из постоянного цивилизованного, но и в принципе из геносомболе. Как Лига наций когда-то исключала СССР за войну против Визнания. Так вот, третье — это то, что я думаю, что окружение и так уже подумывает, как куда бы деть Владимира Владимировича табакеркой, шарфом или другими известными способами. Российский царь — это же самая опасная профессия в России, если не в мире. 51% российских самодерцев умер не своей смертью. Более опасной профессии не существует. Но вот они сейчас подумают, как это сделать, но видно мнутся там как-то, как изолировать, как к бункеру подобраться пятое-десятое. Но когда они поймут, что призрак ядерной войны встал на горизонте, то есть уничтожение цивилизации как таково, я думаю, они перестанут колебаться резко. Но это прекрасно понимают. Ещё один, четвёртый убийственный аргумент, как я считаю. 4 марта было заседание Совета Федерации. Все ожидали, что объявят тотальную мобилизацию. Но Путин, следовательно, несколько раз отказался от общей мобилизации, потому что понимает, что мобилизованные сняли батюшку царя в 1917 году. Они боялись ехать на фронт и оружие обратили против царского режима. Так вот, скажите мне, начнёт ли военно-политическое руководство страны, которая побоялась мобилизацию, объявить ядерную войну? Вопрос хороший, да. От себя лишь добавлю, что как-то дворец Владимира Путина и его яхта не сильно вяжутся с образом религиозного фанатика, который действительно планирует попадать в рай или стереть все государства с лица земли. Как-то вот слабо эти вещи друг с другом сочетаются. Путин хочет, чтобы мы его считали безумцем. Все страшно боялись, но он абсолютно не безумец. Он очень осторожный человек, рациональный, и вся эта иллюзия могла произойти только по одной простой причине, по причине разрыва обратной связи и веры в собственность.